Многодетная семья временно обосновалась в доме в станице Благовещенской. Уезжать из Анапы не хотят, претендуют на постоянное место жительства под Южным Солнцем и отказываются от возможностей программы переселения соотечественников. Даже предвидя трудности в семье шестеро детей, надо снимать жилье, готовы рискнуть. Со школы у меня вопрос решили, Евгений Иванович, по-моему. Завтра я встречаюсь с директором школы, у меня пять учеников. Один идет в училище, он закончил у нас первый курс в Луганске, и вот я хотела его в кулинарное училище здесь. И столкнулась с такой проблемой, мне сказали, нужна регистрация. Сотрудник отдела УФМС Сергей Бейтулаев подробно рассказывает правила, возможности для беженцев и последствия незаконного пребывания в России по истечению срока. В вашей ситуации, если вы не хотите оформлять себе временное убежище, то вы должны себе оформить либо разрешение на временное проживание, либо патент. Патент на работу, который дает вам право работать и, соответственно, пребывать в законной территории Российской Федерации. Но вопросов у заявителя все равно остается много. Законы государственной программы идут в разрез с желаниями женщины. Например, выплата пособия на детей и другие социальные дотации. Выплачивать пособия на детей, содержать, обеспечивать жилье, трудоустраивать. У нас на это есть 49 регионов Российской Федерации. Краснодарский край в эти регионы не входит. Потому что Краснодарский край переносил. Короче, вы мне предлагаете сегодня собрать вещи и уехать. И хотя вопрос не по адресу и вне компетенции сотрудников миграционной службы, женщины подробно объясняют, как законно использовать свои права. Случай уникальный. Идя навстречу беженцам, анапчане всегда готовы оказать информационную и квалифицированную юридическую помощь. Собирают гуманитарную, помогают продуктами. Кто чем может. Но вот такой случай, консультация на дому конкретной семьи, где все здоровые могут передвигаться самостоятельно, один на тысячу беженцев из Украины. Напомним, консультации по вопросам оформления статуса временного убежища или патента на работу проводят специалисты отдела УФМС по адресу улица Шевченко, 237. Продолжение следует...